МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа о республиках в студии Ольга Пырочкина. И в этом выпуске. С прицелом на глобальные проекты. Делегация из Кыргызстана обсудила с чувашскими властями перспективы сотрудничества. Чему учат в школе? В столице республики прошел первый этап конкурса Учитель года 2015. Укажут путь. У остановок общественного транспорта в столице Чувашии кладут тактильную плитку. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев посетил ведущие предприятия Чувашии, агрофирму «Альдеевская» и компанию «Русгидро». Подробности в следующем сюжете. Огурцы, томаты и цветочная рассада – это главные виды культур, которые выращивают в агрофирме «Альдеевская». Их овощи продаются, что называется, прямо с грядки. И неудивительно, спрос оправдан высоким качеством продукции и умеренными ценами в сравнении с импортной продукцией. А буквально пару дней назад на предприятии появилась новая теплица. Глава республики внес свою лепту в посадку одного из лучших сортов помидоров – таганка. Да, хотим, чтобы урожай был очень. Вот эта тепловая труба у нас подвешена около растений. Вот эта теплая. Да что нет, надо. Еще одной компанией, которую посетил Михаил Игнатьев, стал чебоксарский филиал «Русгидро-Чебоксарская ГЭС». Основной косяк работников компании составляют жители Новочебоксарска. И, конечно, новочебоксарцев волнуют проблемы своего города. Пожалуй, самой обсуждаемой темой стал ремонт дорог и дворовых территорий. Администрация района и городов расставляет свои приоритеты со своими депутатами, где первичным приоритетным порядком нужно отремонтировать. Касаясь Тройчебоксарской, дворовые территории начали ремонтировать. По запрошу в ходу частично. В прошлом году намного больше делали. Это будут средства обозначены. Я активно встречался. И, в принципе, в течении маршрует 5 метров на дуровые территории, подъездные пути, на Учебоксарской атернативой. Жители интересуют вопросы экологии, ситуация с вырубкой деревьев, отсутствие остановок общественного транспорта и качественное питание в школах. Конечно, эти проблемы не решить одним днем. Глава республики дал поручение соответствующим ведомствам и пообещал проинформировать жителей о принятых мерах. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Также сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Республики Кыргызстан. За два дня они побывали на многих предприятиях Чебоксар. Какими проектами обернется этот визит, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Рабочий визит делегации Кыргызстана оказался довольно насыщенным. Сюда гости приехали, чтобы перенять опыт крупных предприятий. Кыргызские бизнесмены присматриваются к инновационным проектам и эксклюзивным товарам, которые производятся только в Чебоксарах. За два дня они успели посетить четыре завода и презентовать свой инвестиционный потенциал. Планы амбициозные. По итогам рабочей поездки будут подписаны контракты и договоры. Много вы уже видели, Чуваши и предприятий. Вот начали с автоматизации, как сняли, что обвес автоматизации. И там же сразу мы для нас нужные продукты видели. Для энергетиков, для нефтегаза. На территории Жалалабадской области действует множество предприятий по добыче угля из золота. Предприниматели готовы приобретать в Чебоксарах спецодежду и обувь, которая может выдержать высокие температуры. Но Чувашским партнерам гости предложили поставлять натуральную кожу. У нас, мы сельхозяйственный район, там кожи у нас достаточно, поэтому даже некоторым предприятиям уже устные намерения сделали, что совместные предприятия сделают. И в некоторых предприятиях мы даже предложили, чтобы дистрибурителям стать. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль Кыргызстана. Многие фермеры разводят овец и выращивают виноград. Но аграриям Жалалабадской области необходимы пестициды наивысшего качества. Эту продукцию готовы предложить на заводе в поселке Вурнары. Там нам очень понравилось, и нам в Кыргызстане нужен. Некоторые предметы, которые выпускают в нашей фермере. Например, у нас саранчучи много, она как раз на это пускает предметы. И еще другие надземельные работы. Мы там глава, вот это, директором встретились. Мы будем дальше, надеюсь, с ним на дружество и на работу вместе. Гости из Кыргызстана намерены заключить и соглашение о побратимстве документ предложили подписать в правительстве Жалалабадской области. От слов к делу чебоксарские власти перешли сразу и вынесли протокол на обсуждение депутатов. Они уже поддержали сегодня вот это и Жалалабаду мы в принципе прорабатываем. У нас уже специалисты сейчас просматривают предварительное намерение заключения побратимцев. Предварительное намерение мы вам сегодня с моей подписью уже вам отдадим. Делегацию Кыргызстана пригласили посетить республику и в июне. Возможно, что на фестивале родники России выступят артисты из этой страны. Но в ближайшее время республика Кыргызстан намерена вступить в таможенный союз. Очевидно, что это придаст мощный импульс на пути к дальнейшему партнерству двух стран. Чувашьи предприниматели пригласили посетить и Жалалабадскую область. Уже скоро там состоится масштабный бизнес-форум. Не исключено, что там будут подписаны и новые контракты. Бедр Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня утром в Чебоксарах лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Шокирующие кадры попали в интернет. Авария произошла на перекрестке у торгового центра Мадагаскар приблизительно в 8.45 утра. Водитель на марке на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и вылетел на встречную полосу перекрестка, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом. От удара у Мерседеса сработали подушки безопасности. В больницу за помощью ни виновник аварии, ни пассажиры троллейбуса не обращались, сообщает портал «За рулем». Его посетители, кстати, уже прокомментировали ДТП. На троллейбусе большая надпись «Победе 70 лет» и подбитая немецкая машина перед ним. Символичненько. Штраф за невыставленную аварийку до кучи немцу. Троллейбусу звездочку нарисовать. Изменить ситуацию на дорогах к лучшему поможет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, которую презентовали сегодня в Чебоксарах. Все тонкости ее работы узнала наша съемочная группа. Автоматическая система управления дорожным движением будет объединять в единую информационную сеть светофоры и транспортные датчики на участках дорог города Чебоксары. Это позволит оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации, принимать меры, улучшая в целом обстановку. Разработано 8 режимов работы этой системы. Каждый из них будет применяться в зависимости от ситуации на дороге. Основная цель внедрения – увеличить пропускную способность уличной дорожной сети. Как я уже говорил, мировая практика показывает, что может это сделать светофорным регулированием, но не более 15%. Мы хотим воспользоваться этим 15%. Пока что система работает в тестовом режиме. В нее включены 18 светофоров из 54. Но она уже дает первые результаты. Я заметил, это пару дней где-то примерно, дня 2-3. Вот едешь, когда со стороны Московского моста, вот у него корректировка направо получается, стрелка. 20 секунд. Ну, раньше было всегда 16. Нет, нормально, нормально. В городе сейчас пробок меньше, это хорошо. Полный запуск системы планируется в мае этого года. Программа включена в комплекс мер по борьбе с пробками на дорогах Чебоксар. На сегодняшний день проектируем несколько новых дорог, проектируем реконструкцию дорог, расширение перекрестков, о котором мы уже говорили. На этот год план составлен. Кроме этого, мы будем идти по пути также крупных городов. Это создание платных парковочных мест. Проблему разгрузки дорожно-транспортной сети необходимо решать не только комплексно, но и сообща. Усилиями властей и горожан, отметил глава администрации города. Только тогда решения будут эффективными. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. В рамках проекта «Доступная среда» в Чебоксарах выкладывается тактильная плитка. Таким образом, незрячим гражданам подскажут, где находятся пешеходные переходы и остановочные карманы. Работа по монтажу началась в конце прошлого года и продолжается в этом. Программа рассчитана до 2016 года. Укладка тактильной плитки – новый для столицы республики вид работ. Монтаж производится в первую очередь по маршрутам движения слабовидящих граждан вблизи социальных объектов. Для этих целей из бюджета выделено более 27 миллионов рублей. В настоящее время укладка тактильной плитки идет на остановках общественного транспорта по улицам Университетская, Гагарина, Калинина, Николаева, проспекту Ленина и Президентскому бульвару. Всего планируется адаптировать 58 остановочных площадок и 172 подхода к пешеходным переходам. Уроженка Алатарского района, отбывающая срок за сбыт наркотических средств, повторно привлечена к уголовной ответственности. Два года назад ей вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонию общего режима. Однако стены исправительного учреждения не помешали осужденной нарушать закон. Женщина организовала небольшую группу сообщников, находившихся на воле и с помощью мобильного устройства давала им указания по приобретению в Москве героина и перевозке его в Чувашию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена. Как выяснилось, сообщниками заключенной были ее мать и друг-наркоман. Теперь основной фигурантке назначен приговор в виде лишения свободы на 17 лет, а ее помощникам до 5 лет. Парк 500-летия Чебоксар получит дополнительную финансовую поддержку на реализацию проекта «Этническая Чувашия». Федеральным агентством по туризму и кабинетом министров Чувашской республики подписано соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии на программу развития внутреннего и везного туризма в Российской Федерации. На создание туристской рекреационного кластера «Этническая Чувашия» из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство транспортной инфраструктуры, этнокомплекса Амазонии, на завершение строительства систем газоснабжения и водоотведения в парке. От них зависит интеллектуальное развитие детей, их социальная адаптация и будущее в целом. Все это об учителя. Сегодня в Чебоксарах стартовал первый этап ежегодного конкурса «Молодые педагоги столичного образования». Учитель – это и психолог, и поэт, и актер, но самое главное – это незаменимый помощник и настоящий друг. Лучшие из лучших педагогов Чувашской республики борются за почетное звание «Учитель года». Оценивается творчество, оценивается новизна подходов, корректность, методическое мастерство учителя, какие результаты, результативность урока, рефлексия и оценивание урока. Ну и, конечно, личность учителя оценивается, то есть как учитель преподал, его взаимодействие с учащимися, ну и, конечно, результат урока, как они вышли, как поставили проблему урока, как они ее решили. 14 конкурсантов из 10 общеобразовательных школ столицы Чувашии должны показать свою работу по четырем направлениям. Это педагогический совет, образовательный проект, мастер-класс и урок. Но задача педагогов была усложнена. Если обычный школьный урок длится 45 минут, то конкурсанты должны преподнести свой материал в сжатые сроки. Лишь за 25 минут, причем незнакомой им детской аудитории. И участники со своей задачей явно справились. Работала с незнакомой аудиторией, с незнакомыми детьми. Конечно, в этом есть определенные сложности, но в данном случае все прошло идеально. Дети меня приняли, дети очень хорошие. И в итоге, в общем-то, я довольна своим результатом, своим уроком. Дети усвоили все, что я давала, свой материал по лексике. Это были учащиеся пятого класса. И, в общем, итог урока получился отличный. Самим подопечным, а именно учащимся 46-й школы города Чебоксары, такие уроки пришлись по вкусу. Я хотела бы, чтобы уроки были такими же, как сегодня. Мне понравилась тема хобби. Там было много интересного. Нужно было искать всякие конверты, расшифровывать. Были кроссворды. Было очень интересно. Интересно было разгадывать загадки, отвечать на вопросы учителя. Заниматься было с ней несложно, потому что она была очень добрая и отзывчивая. Победители этого этапа станут участниками республиканского конкурса. Он пройдет в Чебоксарах 6 по 29 апреля. Кстати, победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2015» получит премию главы Чувашской республики 150 тысяч рублей. И будет представлять Чувашию на всероссийском уровне. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. 2 апреля родился великий сказочный ганс Христиана Андерсон. И в память о нем во всем мире отмечают День детской книги. В честь праздника в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке прошло множество мероприятий для юных читателей. Ребята знакомились с книжными новинками, общались с чувашскими литераторами и даже стали участниками телемоста с белгородским писателем Вячеславом Колесником. «Мои друзья очень многое проводят, времени за компьютером. Вот, было время, я им сказала, ребята, пошлите ко мне, прочитаем книжку. У меня есть очень интересная книга «Васюткино озеро». Там очень жизненные ситуации, как он проживал пять дней без еды, без ничего, ну, с ружьем и с коробушкой хлебом. Я сказала, чтобы они прочитали, а они сказали, нет, мы лучше поиграем». Современные дети делятся на два лагеря – читающие и играющие. Первых, как известно, становится все меньше. Чтобы привлечь внимание ребят к хорошей литературе, в библиотеках проводится множество разных мероприятий. На виртуальной встрече с учениками 20-й Чебоксарской школы белгородский писатель, лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии Вячеслав Колесник рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы и даже дал совет начинающей поэтессе, семикласснице Нелли. Где-то с 7 лет у меня в голове начали рифмы придумываться, я все записывала. Особенно, когда вот иду по улице, что-то вот щелкает в голове, я начинаю писать. А так вот в основном больше всего у меня пошло где-то с пятого класса. Вот у меня в основном они грустные. Ну, допустим, вот он шел по улице, молчал и никого не донимал. Он избегался к людей, боялся острых вещей, он убегал от каждого замаха. И он боялся даже своего страха. Он никому и чем обязан не был, не говорил ни с кем. Он молча бегал, как тяжело котенку одному. Ведь он не нужен на свете никому. Когда хотел он к людям повернуться, у него хотели палкой замахнуться. Чувашскую республику на встрече представляла не менее титулованная писательница. Победительница национальной литературной премии «Заветная мечта» Евгения Басова. Пишет Евгения Владимировна в основном повести и рассказы для подростков. Есть и сборник сказок. Обратите внимание на псевдоним автора. Я выросла в таком месте, которое называлось Понорница. И мне там очень нравилось, потому что там прошло детство. Там я первый раз увидела, что трава зеленая, небо голубое. Там какие-то первые друзья. Бабушка с дедушкой меня там все любили. И потом, когда я начала печататься вообще, когда начала писать первые рассказы, мне захотелось взять какой-то псевдоним, поскольку я просто стеснялась. И я взяла такой псевдоним – Илга Понорницкая. А ведь стесняться было нечего. Произведения Евгении Басовой с удовольствием печатают московские издательства. Самый простой способ прочитать ее книги землякам – купить их в интернет-магазинах. Мне бы хотелось, чтобы выпускали больше книг. И дети, все дети читали книги, чтобы обогащали свою фантазию, знания. И чтобы всегда были умными. Выпускается очень много интересной, хорошей детской литературы на все вкусы. И такой вот приключенческой, и легкой, и заставляющей думать. То есть в литературу сейчас пришло новое поколение молодых авторов. И если бы все эти книги доходили до каждой библиотеки в каждом русском городе, то каждый ребенок мог бы найти себе близкую книгу по душе. Если бы эти книги доходили, и если бы об этих книгах кто-то рассказывал. 2015 год призван исправить ситуацию. О литературе говорят много и часто. А в эфире национального телевидения «Чувашия» уже появилось несколько литературных проектов. Следите за программой. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. Финансовый рынок – сложнейший механизм, разобраться в котором подсел только аналитикам. Специалисты из Телетрейд разработали новый инструмент, с помощью которого торговля на рынке Форекс может стать еще эффективней. Сюжет об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Торговля на финансовом рынке – очень интересное и занятное дело. При этом необходимо все делать грамотно и последовательно. Поберечь себя от возможных ошибок и обеспечить стабильный доход, не выходя из дома, можно. Благодаря новому предложению от компании Телетрейд. Компания Телетрейд и Центр инвестиций и трейдинга о удаленной торговле привлекла лучших специалистов в области трейдинга и инвестиций для создания уникального высокодоходного продукта. Этот продукт называется «Инвестпро Спешил Эдишн». Торговля с «Инвестпро Спешил Эдишн» предоставляет возможность заработать больше, затрачивая минимум времени. Для эффективной торговли достаточно купить программу на официальном сайте ее разработчика и поставить на свой компьютер. По результатам тестирования за 2014 год средняя доходность этого продукта составила 140% годовых. Бояться не нужно сложных инвестиционных продуктов. На самом деле мы писали продукт на протяжении двух лет. Основная задача была максимально упростить его использование, чтобы он был понятием рядовым клиентам, не имеющим специализированных знаний в финансовой структуре. Соответственно, моя задача как разработчика была донести простейшую мысль о том, что рынок Форекс может быть доходным и приятным способом заработка. На смену человеческим эмоциям приходит строгий алгоритм действий. Таким образом, начинающему трейдеру удастся избежать основных ошибок, связанных с эмоциями и азартом. Кроме того, программа способна отслеживать ситуацию и осуществлять торговлю на рынке Форекс. 24 часа в сутки, тем самым увеличивая возможности трейдера минимум в два раза. Торговля со специальными торговыми системами – это переход на качественно новый уровень инвестиций и надежности. Приглашаю всех в наш офис, центр инвестиций и трейдинга о удаленной торговле на бесплатную консультацию самого высокодоходного продукта в области финансов и трейдинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова